Быть гоцей на выезде! Орел и решка с безлимитной картой. Почему французы не поправляются? Извините, если у них вот такие вот запуски. Туристическое позирование – это реально особый вид жанра. Наталья, we love you! Итого – лимонная старость. Ладно, пойдемте еще погуляем. Мы идем на самый лазурный берег из всех лазурных берегов. Каны на ладони. Oh, yeah! Привет! Вы на канале «Будь гоцей» и сегодня мы в Канах. Мы проведем с вами один прекрасный день. Один день из жизни блогера на лазурном берегу. Мы в Канах! Сегодня я проснулась в 7 утра. В 8 утра я сходила на тренировку. Хотела ее снять, но Мартина сказала, что это никому не интересно. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, что вам интересны мои тренировки, что вы тренируетесь со мной на моем телеграм-канале. Я, в общем, не зря стараюсь. После этого я приняла душ и теперь мы всей командой отправляемся на завтрак. Чем же завтракает гоцей? Сейчас вы узнаете. Ну, в общем, мы выходим на улицу Куазет. Я знаю, Эрмес там. Я уж там была. На самом деле мы могли позавтракать и в отеле, но мне очень хотелось поменять локацию, потому что там мы уже ели. В общем, это улица, где расположены все топовые бутики, которые находятся в Канах, а по другую сторону находится море, пляжные рестораны и, собственно, пляжи. Я взяла с собой купальник, и сегодня мы, может быть, даже окунемся в море. Хотя погодка сегодня ветреная, но это нас не остановит. Кто хотел там примерки купальников, я один взяла. На самом деле поездки на Лазурный берег у меня всегда как голопом по Европам. Я стараюсь успеть и вкусно поесть, и выпить шампанского, и поплавать в воде, и забежать на шопинг, и съездить в какое-нибудь прикольное место на маленькую экскурсию. Поэтому мы попробуем сегодня вместить это все в один день и сделать это вместе. По сути, у нас сегодня Орел и Решка с бедвинистной картой. А у нас нет опции жить на 100 евро. Нет, нет такой опции, сори. Заигрывают эвакуаторы. Это успех. Как я впервые оказалась на Лазурном берегу. У меня родился второй ребенок, и мы с моим мужем часть этого отправились в маленькую поездку в Париж. Я встретила подруг, одна из них жила в Париже в тот момент. Да, я такой рассказчик, еще тот, конечно. Идти рассказывать, убирать волосы, думать, как там мой второй подбородок поживает. И мы с девчонками сорвались прямо из Парижа и газанули на Лазурный берег. Их сняли в аренду, взяли машину и объехали за два дня с одной ночевкой, получается. Объехали посмотреть город. Но тоже сказать, что я ничего не увидела, это вообще просто ничего не сказать. Все было на ходу. Мы буквально запрыгивали в ресторан, заказывали еду, выбегали, бежали в какой-нибудь бутик, проводили там полтора часа. Потом прыгали в машину, ехали в другой бутик и один раз даже потеряли свой самолет из-за того, что не успели вовремя приехать в аэропорт Ниццы. Это была моя первая поездка, и она была прям откровенно ужасная. Да, это бутик картина, здесь уже делать нечего, Мартина все вчера вынесла. Sold out! Мой босс... Она прилетит в обвесе. Монетизация, девчонки, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Вау! И вот она, святая святыха. В каждом городе Лазурного берега есть свой эрмес. Он есть в Сан-Тропе, в Канах, в Ницце и, конечно же, в Монако, да, то есть территориально это как раз вот сторону Лазурного берега, да, но это является отдельным государством. Не надо мне поправлять, я это все знаю, просто не знаю, как объяснить. И вам не показалось, там действительно очередь. Если вы хотите взять сумку, всегда приходите через 15-30 минут после открытия, но не позже. И будьте готовы, что в одном бутике вы проведете около двух-трех часов для того, чтобы сделать покупки и получить ту самую заветную сумку, либо не получить. От того, что вы там даже весь день просидите, а у меня и такое было, конечно, в моей практике, вот. И иногда уходишь ни с чем и ходишь по два дня подряд. Это вот спешили на Сан-Тен-Ре в Париже. Можно два дня подряд ходить, но это вообще просто другая, вообще отдельная серия, что такое Эрмес и как к нему, как в него зайти и как к нему подойти. Я не могу не похвастаться, что свой день рождения я сходила в Эрмес и мне вынесли сумку, которую я хотела. Я ее покажу и расскажу немного позже всю историю, как я ее брала, как это работает. Если кому-то интересно, он найдет для себя эту информацию очень полезную, а теперь надо пойти поесть. И поскольку сейчас в Каннах проходит 74-й Канский фестиваль под самыми знаменитыми отелями, можно увидеть толпу фанатов, которые стоят просто, реально стоят весь день и высматривают, если выйдет кто-то из тех, кого они очень любят. Пока они ждут не меня, но поговорим в следующем году. У меня большие очень планы на год. Я надеюсь, что я реализую их хотя бы на 50%. И это будет достаточно для того, чтобы в следующем году они все стояли и кричали Наталья, we love you. Вы можете сделать для этого очень много, просто подпишитесь на мой канал, ставьте лайк моему видео, его выбросить, как говорит Мартина, в реки, и когда его выбросить в реки, мы пойдем в космос. О боже, я помню этот бренд Леонард. Это французский бренд, причем супер-супер-мега старый, с огромной историей. И его главный дизайнер очень меня любил. Я делала практически каждый сезон их показы в Париже, причем всегда открывала. Они делают такой трикотаж, как будто бы миссони. Ну, в общем, у них свой стиль. Принт, много принта, максимально много принта. Вот, и я помню, у меня с ним связано очень теплое воспоминание. Это тот бренд, когда, знаете, тот звездный момент, когда ты приезжаешь на Paris Fashion Week, и тебя не зовут на кастинг, а зовут на кофе. Просто, чтобы спросить, как твои дела перед показом. И ты приезжаешь, они тебе дают лучшие луки, расцеловывают, и отправляют тебя в своя си и платят высокий гонорар. Я вас люблю! Ну, тут понятно все. Селин, Ботега. Есть вот Armani Cafe, куда, когда по открытию, кстати, очень сложно было присесть внутрь. Сейчас я вижу столы пустые, но мы туда не пойдем. Итак, надеюсь, вам заходит такой формат. И мы тут подумали и решили, если это видео наберет 100 тысяч лайков, мы поедем дальше по миру и будем снимать еще такие тревел-блоги. Поскольку это не дешевое удовольствие, ставки тоже должны быть высоки. И я стою возле Булгария, такая, если что, мне очень нравится Булгария после Cartier. В одной из своих серий про модельный бизнес я рассказывала, как делала эксклюзив для Gucci на Milan Fashion Week. Если вы не смотрели эту серию, обязательно посмотрите. Для всех начинающих моделей и вообще узнать про модельный опыт, это супер крутая серия. И, кстати, по этой серии я тоже планирую снимать продолжение. Но могу сказать, что у меня на тот момент все совпало. Когда меня подтвердили на эксклюзив для Gucci, у меня уже в коллекции было 4 сумки Gucci. И очень круто, что они сейчас их перевыпустили. Эти сумки снова актуальны, но мои украли, как бы их нет уже. Мартина, может зайдем ее, посмотрим? Какой? Постоишь здесь, мы быстренько. Одну сумку хочу посмотреть. Привет! Поздравляю! Ты делала прекрасно! Привет! Наталья! Спасибо большое! Спасибо большое! Это Фролов, украинский дизайнер. Он мой друг. И он делает... Вы должны следить ему. Он делает замечательные вещи. Можно я получить его контакт? Да. Прямо в бутике Gucci только что я встретила фотографа, которая открыла очень многих топ-моделей, в том числе и Клауди Шифер. Ее зовут Элен Вон Унверф. И она спросила, что за платье было у меня вчера на церемонии. Я сказала, что это был Иван Фролов. Платье действительно фантастическое. Сидело на мне идеально. Элен взяла его контакт и сказала, что хочет с ним сотрудничать. Ваня еще не знает об этом. Крутяк! Сейчас мы вышли на улицу Антип. Она идет параллельно с Круазет, но ближе к городу. На этой улице находятся бутики среднего и низкого сегмента, в том числе масс-маркет и кафешки, где качество еды не хуже, но ценник, безусловно, более приемлемый. О, джелатто, айскрим! Это итальянское мороженое. Это очень известная точка в Каннах. И поговаривают, что хозяин именно этой точки, итальянец, который супер-мега-импозантный мужчина, весь в кортье на тяжелом люксе и заработал он свое состояние именно благодаря мороженому. Которое мы пойдем есть, потому что когда я слышу, что людям надо на кортье, что они умеют правильно тратить деньги, я всегда их с удовольствием поддержу. Хотя я и так стараюсь поддерживать бизнесы всех, в том числе бизнес-кортье, чтобы он был на плаву благодаря моим покупкам. Мы находимся в Астубрюм. Несмотря на очень демократичный интерьер, это самое популярное рыбное место в Каннах. И здесь всегда самые свежие устрицы и другие морепродукты. Конечно, мы будем есть устрицы, а выбирать их будет мартина, потому что я по устрицам не сперс. Нормандские. Самые вкусные нормандские. Нормандии. Нормандии. О, хеллоу. Нормандии. 12. И я собираю сольминье с салатом на стороне, что можно сделать для меня. Фук, заказали еду, прям легче стало, потому что я уже была на стрессе. Когда приносят морепродукты, они приносят еще вот такую вот тарелку, где находится взливочный майонез Франс. Французский. Винегар. Уксус с луком пашот. И вот такие вот булотс. Мартина вот мне одну почистила, и сейчас она хочет, чтобы я это съела. Я не хочу, но... Мастик хоть попробую. Наоборот, вот так. Хорошо, что я не фуд-блогер, и мне не приходится это все есть. А, ну, симпатичная такая, кстати. Да. Вот, есть вот такие вот ножички, и нужно ее оттуда достать. Здесь есть. Вот, это такая французская закуска. И это как раз к теме, почему французы не поправляются. Извините, если у них вот такие вот закуски. Не, ну здесь есть корзина известного французского хлеба. Особенно вот этого хрустящего багета французского, который прям хрустит. Денчик, ты слышишь, да, как он хрустит? Хрустит мне на ухо. О, боже. Фантастик. Если я на юге Франции, я с удовольствием могу съесть кусочек багета и сфотографировать в круассанг сториз. А в жизни я хлеб не ем, потому что считаю его бесполезным. Я всегда выберу гречку и киноа. У меня на этот счет есть несколько очень классных серий, что я ем и почему. По какому принципу питаюсь. Ну и, конечно, у нас уже на очереди серия, что я ем в течение дня. Это уже можно не снимать. Давай выпьем за то, что мы во Франции. Мы во Франции, отлично. Все издержки моей профессии. Приходится ходить по канам. Устрицы, вот это вот все есть, конечно же. Все ради вас, для того, чтобы у вас был офигенный контент. На канале будь гоци. Устрицы. Кстати, говорят, что устрицы можно есть тогда, когда есть буква Р в месяце. Да, а сейчас нету. А сейчас нету, но мы их все равно едим. А почему? Потому что, в общем, правила изменились. То есть, когда мы несколько дней назад ходили на лодки, мы видели даже в море плантации устриц. Они выглядят как будто бы такие буйки. Прям посреди моря. Ну, не супер далеко от берега. И контейнеры, в которых вот как раз выращивают устриц. Я думаю, что это нормандские, это не они, но выращивают их плюс-минус одинаково. Фантастика. Кстати, в некоторых ресторанах эти ножки сразу подрезают и приносят уже отделенную устрицу. Я вот люблю, когда устрица не отделенная от ножки, и я сама ее достаю. Но я не подрезаю ножку, я ее отколупываю. А Мартина вот подрезает ножку, потому что... Да, и доедает за мной мои ножки устриц. Вот ей нравится вот эта вот желешечка, на которой крепится устричка. Мы определенно должны набрать 100 тысяч лайков и продолжать снимать travel-блог. Мне прям очень нравится. Мы получили основные блюда. Хочу рассказать вам про этот фиш-суп. Это визитная карточка Лазурного берега. Значит, он готовится очень легко. Я такое никогда не готовила, только что узнала рецепт. Берутся все остатки рыбы. Они перемалываются, и на их основе варится вот такой вот фиш-суп. И фишка в чем? Супу мы получаем вот такие вот греночки. Руки у меня чистые, я только их буквально помыла. Вот такой вот соус. И сыр. И делаем вот такой вот кораблик. Как только вы сделали такой кораблик, его можно запускать в плавание. И запускаем его в плавание. Хорошо, что суп не мой, суп Денчика, нашего оператора любимого. В общем, и три таких кораблика нужно сделать. И со временем они пойдут под воду, и тогда суп можно начинать есть. Я могу сказать, что он очень горячий. Это очень сытный суп. Он как раз подходит как основное блюдо. И в этом ресторане он стоит 14 евро. Ну и, соответственно, в других есть и по 12. И горячее блюдо для меня это соль миньер. Соль миньер это морской язык, жареный, на сковороде, в сливочном масле. О-о-о. Обычно я немного снимаю кожицу, хотя она реально самая вкусная, и выбираю кусочки белого мяса внутри. И вот эта вот рыбешка, это самое дорогое блюдо в этом ресторане, стоит 45 евро. И вы можете смело брать одну такую порцию на двоих. Чего мы не сделали. Покажи вот, что мы просто взяли две. Короче, у нас поездка вообще просто не про оптимизацию расходов. Вчерашние волосы, сегодняшняя рыба. Реально, я вижу, как мы уже 200 евро выпустили в трубу. Это фантастика. Если вы еще не поели, обязательно ставьте серию на паузу, съешьте свой обед или ужин, включайте серию сначала. Я все про монетизацию, потому что если вы посмотрите эту серию с самого начала, монетизация зайдет два раза. Это бьет эти 45 евро. Окей, сейчас я рассчитаюсь. Вуаля. Не подсматривайте мой пин-код. Итак, счет был 197 евро, из которых самое дорогое было это три лангустина 30 евро и 90 евро наш морской язык. По словам Мартины, я хотела оставить 10%, но Мартина утверждает, что в подобных ресторанах чаевые больше 5 евро никто не оставляет. Ну, мы как все, сущность, копейка рубль бережет. Ну, и если вам очень понравился фиш-суп, у вас есть возможность купить его с собой. Он здесь запакован как суп в банках, да, как сок, как мы привыкли видеть, да, на вид он даже как персиковое пюре. Его можно купить с собой и еще вот эти вот все соусы, сыр уже потертый и все это съесть у себя на яхте, что ли. Хорошо. Суп de poisson de rocher. Окей. И сейчас мы возле французского рынка. Это рынок овощей и фруктов. В принципе, если вы купили фрукты и овощи, вы можете присесть в любой кафешке. Вот так кафешки идут, окружают этот рынок и перекусывать тем, что вы купили. А где это помыть сразу, у меня возникает вопрос. Там помыть, мы с Данечком покупали инжир, они его моют и ты сразу покупаешь мыть. Бессарабкина заметка. Продавайте мытые ягоды и фрукты. Мартина говорит, что это ее мечта на пенсии сидеть вот тут напротив этого рынка. Моя, например, сидеть на террасе дома на Капфера, а ее вот на рынке. Окей, whatever. Красиво, но жарко. Да, туристическое позирование – это реально особый вид жанра. Его нужно изучать отдельно. Короче, с тревел-блогом мы что-то погорячились. Да, Ленчик? Идем в гору. Сейчас я вам расскажу, как сюда добраться. Короче, надеваете удобную обувь, берете с собой несколько салфеток, бутылку воды и начинаете просто тулить в гору. Ой, ну вид же сумасшедшая, она того стоила. Посмотрите на эту красоту. Каны на ладони. Быть гоцей на выезде! Мне очень нравится этот формат, ребята. Хорошо, у нас привал. Мы вот хотели вам показать вот эту вот красоту. Можно здесь сделать на парапетике небольшой пикничок. Взять по пути на рынке фрукты, ягоды, помыть их, бутылочку венца. И вот здесь вот мило расположиться и провести часик со своим любимым человеком вместе. Да, это недорогой ресторан, но эти эмоции того стоят. Я бы так и сделала. Мартина, приглашайте на свидание. Итак, поскольку на своей пенсии мы планируем переезжать на юг Франции, возможно это будут Каны, это не факт, мы решили ознакомиться с ценами на недвижимость. Что я вам могу сказать? Квартира 36 квадратных метров. А, 36 с половиной. 279 тысяч евро. Окей, но нам там будет тесно, поскольку у нас трое детей пока на двоих. Итого нам нужна квартира хотя бы метров. 100-метровая квартира с бассейном. Прекрасно, 600. Косарь скинули. Можно поторговаться еще, конечно. За полля мы возьмем? Дышь, дышь, дышь. Серьезно? Окей, ну это 100 метров. Надо брать две. Итого лимон на старость. Ладно, пойдемте еще погуляем. Пойдемте еще поснимаем. Я уверена, многие из вас мечтали когда-нибудь увидеть красную дорогу. Красную дорогу, блин! Многие из вас мечтали когда-нибудь увидеть красную дорожку. Именно сейчас происходит за моей спиной это здание, где проходит Каннский кинофестиваль. И если Денчик сделает крутой зум, мы сможем увидеть, как гости поднимаются на очередную премьеру фильма. И мы идем в другую сторону. А 같아 ли его? И теперь один фруктуру. Да, другой шум. Ах, да, Канней так же. И я бы хотела са modo с contributed к…. Я хочу са Homer. Для меня цена с быв호ей… Манго? Очень ج�. Манго какая-то hustle. Миссия мороженое выполнена. У меня клубничное, да? Вы видели, как она пробует мое мороженое? Это просто исторический момент. Гоцей и мороженое. Хоть бы оно сейчас не свалилось. Как они это делают, вот эти вот, кто мороженое ест? Марджина, бери мое. Знаете, как на самом деле выглядит Double Trouble? Вот это вот и есть Double Trouble. Это когда два мороженых в одно лицо. Я забежала в отель, переоделась, надела купальник, и мы идем на самый лазурный берег из всех лазурных берегов. По крайней мере, он так называется. Что вам сказать? Я лезу в это море только для того, чтобы показать вам купальник и получить 100 тысяч лайков. Не забывайте лайкнуть это видео, и тогда мы будем снимать наши travel-блоги чаще. Ну и, соответственно, у вас будет возможность видеть меня в купальнике тоже чаще. И все такие невелика радость. И не пишите комментарии про сиськи, я все про них знаю. Пойдем. Я хочу сказать, что вы висели оранжевый флаг, что значит, что есть шторм. И я хотела сказать небольшой, но по волнам вижу, что он большой. Но флаг не красный, поэтому лезть все-таки придется. We have to do it. Хорошо, сегодня вечером у меня очень важный ивент. И в место, где он будет проходить, мы будем добираться на резиновой лодке. Я буду в роскошном платье. Макияж, прическа уже не имеет значения. Сегодня экономим бабло. Можно отменять визажиста, потому что это действительно не имеет значения. Я думаю, что пока я туда доеду, я вся уже буду в соплях и в губной помаде. Я иду там, где спасатель поближе. Дэн, сними, блин, эти волны. У-ля-ля. Меня реально уносит, надо есть больше. А, чувак думает, я звезда, смотрю, он меня снимает. Здесь можно вот Gucci недорого на пляже купить. Весь ли шо, есть Gucci, есть Dior. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...